Всем привет! На связи БСК Крипто и сегодня на обзоре у нас NFT-игра, в которую можно играть совершенно без вложений под названием Mini Miners. Игра не новая, но довольно-таки интересная. Давайте же разберем ее более подробно. А перед началом этого ролика хочу порекомендовать свой телеграм-канал про инвестиции в криптовалюты, новости NFT-игр, фарминг-стейкинг и многое другое. Ссылка на него будет в описании под видео. А также не забудьте поставить лайк под этим видео и подписаться на мой YouTube-код. Это очень поможет в продвижении моего канала. Для старта в игре вам нужно будет пройти простую регистрацию. Ее показывать я не буду, а уже авторизуюсь и покажу вам игру. В игре довольно-таки простые механики. Для начала вам нужно будет создать своих первых майнеров-гномов. Для этого вам понадобятся вот такие вот мухоморы. Изначально у вас будет небольшое количество мухоморов, поэтому нажимаете на вот такое вот здание, майнер, можно посмотреть здесь. Нажимаете на него, нажимаете крето и по-моему за 100 мухоморов вы сможете создать своего первого майнера. Он будет абсолютно бесплатным, соответственно его вы уже сможете отправлять на работу и добывать ресурсы. Через некоторое время после создания майнера вы сможете его прокачать. Также, чтобы получить небольшие стартовые ресурсы, вы можете ввести мой промокод. Его я оставлю в описании под этим видео, а также оставлю у себя в телеграм-канале. При вводе его вы получите по 700 ресурсов для прокачки и 700 мухоморов, на которые сможете также нанять еще нового майнера и использовать его в игре. Давайте же перейдем к прокачке. Про таверну я расскажу немного позже. Итак, здание прокачки называется у нас воркшоп. Нажимаем на него, нажимаем на майнера, которого хотим прокачать. Тут всего 5 видов прокачки, которые мы можем делать. Первое это добыча золота, основной ресурс, который нам нужно будет добывать, чтобы менять его на кристаллы. Точнее на токен краун он называется и на этом зарабатывать. Также есть второй ресурс, он нужен для прокачки наших героев. Можете изначально качать его, но в принципе я бы предложил качать только пиггитов, вот я расскажу об этом. И также грибы. Это какое количество грибов он может добывать. Грибы вам нужны будут для того, чтобы кормить своих майнеров, чтобы у них восстанавливалась энергия. Также здоровье. Это количество времени, которое он может работать не уставая. То есть у каждого вашего майнера есть определенный запас здоровья. После того, как он устал, его нужно будет кормить. И соответственно только тогда он сможет снова работать. И удача. Удача вам приносит больше ресурсов. Соответственно, чем больше она прокачана, тем больше ресурсов вы можете получать за одно и то же количество времени. Соответственно, что вам лучше всего будет качать? Это золото, это здоровье и удачу. Это те основных видов, которые вам нужно будет прокачивать. Остальные уже по желанию. Я их не качал. Давайте теперь покажу, как прокачивать. То есть вы нажимаете на вот этот квадратик, выбираете, какой из них собираетесь качать. Вам показывают определенное количество ресурсов, которые вам нужно будет на это потратить. После чего нажимаете импров. Я нажал и через какое-то количество времени мой майнер станет лучшим, прокачается в уровне. И сможет добывать ресурсы. Давайте теперь разберем, что дает нам таверна. Нажимаем на таверну. Мы видим майнера, который у нас уставший. Его нужно покормить, у него совсем нет здоровья. Стоит это 28 грибов. Я рекомендую не доводить до нуля здоровья. То есть доводить хотя бы там 10-15%. Тогда он просто дешевле будет его покормить. Итак, мы его покормили. И теперь двоих майнеров, которые у меня свободны, можно отправить на добычу. Для этого нажимаем на основной дом. Нажимаем майнеры. Выбираем майнера, в который хотим отправить. Либо нажимаем select all. Нажимаем send. И выбираем ресурс, который хотим добывать. На данный момент я хочу добывать ресурс для прокачки. Поэтому нажимаю на него. Можно их также отправлять по отдельности. Нажимаю send. И мои майнеры пошли добывать ресурс, как вы видите. После того, как они придут к месту. Это гора. Вот здесь они добывают кристаллы такие. Когда они устанут, их нужно будет вернуть домой, покормить. И они снова смогут добывать ресурс. Также их можно отправлять на грибы, которыми вы их кормите. И также можно отправлять на золото. Все точно так же, как мы отправили сейчас на вот эти вот. На эту гору. Также на все эти здания можно отдельно отправить по одному майнеру. Либо в любом количестве, как вам удобно. Всего можно использовать 5 бесплатных майнеров. И также небольшой момент по промокодам. Указывайте свои промокоды в комментариях. Берите также промокоды других ребят. Они вам будут давать бонусы. И также бонусы тому, кто вас пригласил. То есть мы все друг другу будем в этом плане помогать. Давайте же разберем, на чем в этой игрушке можно зарабатывать. Для начала вам нужно будет подключить кошелек MetaMask. Это можно сделать возле золотой шахты. Нажать на импорт. Здесь вы просто коннектите свой MetaMask кошелек. После чего, давайте перейдем вот к такому зданию под названием Treasurer. Это у нас Marketplace. На нем можно купить различные ресурсы. То есть бриллианты, паки ресурсов. Сейчас я подключу различные паки. Покупать их или нет, решайте сами. Я еще не полностью разобрал игру. Когда полностью разберу по поводу окупаемости, это напишу также в телеграм-канале своем. Пока можете изучить сами. И тут можно, например, купить пак за 20 долларов. И получить рандомного специального героя, который будет добывать больше ресурсов. Ну и, соответственно, различные бонусы на его прокачку. А также кристаллы. И также можно нажать Gold Exchange. То есть если вы добыли, например, 150 тысяч золота, вы получаете один токен. Токен называется CSK Crons. Также можно 10, 100 и 1000 и так далее. Ну вот, например, начиная с одного. Соответственно, вы добываете золото. После чего продаете это золото. Меняете на вот этот токен. И этот токен уже можете продавать. На этом строится заработок в игре. Сама цена токена сейчас составляет 60 центов. И, как вы видите, она довольно-таки неслабо выросла за 23 год. Соответственно, вот такая игра у меня на обзоре. Также пишите, что вы о ней думаете. Пишите свои промокоды в описании под этим видео в комментариях. А на этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok